Информация о Саранском дата-центре появилась на официальном сайте компании «Сухба» в субботу, 21 июля. Цитирую. 19 июля было подписано соглашение о переходе в управление под началом ОАС «Сухба» оперативной части республиканского дата-центра в городе Саранск, столице республики Мордовия. В подтверждение своих слов представители компании выложили в соцсетях видео с официальной экскурсией, которую организовал для них Госинформ Мордовия. Помещение аккумуляторное. Одно из двух таких помещений. То есть, опять же, вы уже поняли, что у нас все по принципу 2М1 располагается. Точно такое же помещение в другом конце здания. Каждая эта аккумуляторная батарея может выдерживать полную нагрузку дата-центра, то есть 2,5 мегаватта, в течение времени необходимую для перехода на питание дизельной электростанции. Заподозрить в лукавстве компанию, которая с готовностью организует экскурсию заместитель руководителя Госинформа, было бы странно. Мы дозваниваемся до Алексея Николаевича Леся, так как обнаружили на видео человека очень на него похожего. Спрашиваем, что происходит с дата-центром и кто им будет управлять. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого, потому что никаких у нас служебных решений, документов, приказов и так далее по этому поводу не издавалось. Руководством Министерства информатизации и руководством Госинформ по изменению каких-либо работ или действий, или распорядка. Таким вопросом тоже ничего не было. Ситуация вокруг дата-центра в Саранске выглядит, мягко говоря, неоднозначной. В компании СУХБ заявили, что дата-центр выкуплен, и этот вопрос уже не подлежит обсуждению. Якобы через неделю здесь начнется установка дополнительного оборудования. А вот сам дата-центр хоть и является государственным автономным учреждением, эту информацию почему-то опровергает, утверждая, что никакой продажи не было. IT-компания СУХБА в переводе с арабского «дружба» сейчас активно развивается. В Play Market и App Store у них несколько приложений, среди которых СУХБА-браузер, СУХБА-мессенджер, СУХБА-социальная сеть и СУХБА-мечети. На официальном сайте компании указывается, что основной своей задачей создатели ресурса видят жесткую цензуру в интернет-пространстве на весь аудио, видео, фото и текстовый контент. Исключать предлагается порнографию, экстремизм и другую запрещенную информацию. Мы обращаемся к директору Госинформа господину Романову. В его оперативном управлении как раз и находится дата-центр. Он просто обязан знать, что происходит с главным ресурсом. Мы проводили с ними переговоры по вопросу размещения их программного обеспечения и их серверов на дата-центре. То есть в качестве клиентов они должны выступать. Сейчас они готовят нам заявку на предоставление услуг, чтобы мы им скалькурировали, сколько это будет стоить. Но обычных клиентов у нас таких много. Оперативное управление дата-центром совсем не то же самое, что размещение своих ресурсов на мощностях центра. И партнеры из компании вряд ли могли так ошибиться в терминологии. Должно же быть хоть какое-то разумное объяснение. Компания «Сохба», если я понимаю, пытается привлечь инвестиции. И вполне естественно, что они пытаются привлечь на... Ну, как бы показать свою компанию, что другой разговор. Почему не написали, что размещаются? Ну, мало ли, может быть, они там хотят что-то сделать. Это трудно сказать. Их мечты могут быть любыми. А то, что касается размещения, ну, конечно, они пытаются разместить. Ведь у нас же самый надежный дата-центр в России. Он у нас высшей категории надежности. Поэтому вполне естественно, они пытаются ядро разместить здесь. Дело все в том, что подобные переговоры, если они говорят, что оперативное управление, это они должны были тогда разговаривать как минимум с госкому имуществу. А вообще с руссков или волков. Это уровень их принятия решения. Но я, по крайней мере, об этом не знаю. Вели они переговоры, не вели. Трудно сказать. Действительно ли такие переговоры могли состояться, и могли ли они пройти в закрытом режиме, сейчас выясняется. Но мы уже связались с представителями компании «Слухба». И они готовы рассказать свою версию происходящего. Увлекательный сериал с дата-центром в главной роли, похоже, только начинает раскручивать свою интригу. Юлия Порунова, Александр Зюзяев. Наши новости.